В строительный мусор входит список запрещенных предметов к выбрасыванию о мусорные контейнеры, предназначенные для твердых бытовых отходов. Поэтому, недолго думая, его оставляют где придется. Если одни добросовестно оплачивают его своевременный вывоз, то другие считают, что очистка территории близ жилых домов – не их головная боль. А это, в свою очередь, создает большие неудобства для горожан. Этот и другие вопросы, касающиеся благоустройства третьего сектора города и содержания его в чистоте, были в центре обсуждения в областной администрации с участием главы Самаркандской области и городских махалинских семерок, в чьих махалях рабочей группой зафиксированы замусоренные территории. Махалян-Удрабегим – города Самарканда. Вот так выглядит территория рядом с домом 76. По соседству строится новостройка, чей мусор в перемешку с бытовыми отходами граждан создает вот такую картину. Замечания сделаны председателю Махалей-инспектору профилактики, который не принимает никаких мер по недопущению такой ситуации, а также застройщику. Махалян-Удрабегим – города Самарканда. Следующая городская Махаля-Шодлик. По улице Аликушчи несколько торговых точек оккупировали пешеходную дорожку, и их мусор лежит на улице и в аригационных арыках. Почему по отношению к владельцам магазинов не приняты никакие меры, и по какому праву они позволяют себе подобные действия, спросил Эркинджон Турдымов у ответственных лиц. По улице Зиолелар Махаля-Нуравшон рядом с многоэтажками, можно видеть вот такие кучки мусора. Несвоевременно вывозятся отходы с мусоросборника, расположенного рядом со школой 64 детским садом 99 Махале-Сагдиана. По словам председателя Махале, работающей на данной территории, некоторые предприниматели не желают заключить договора по вывозу мусора. Махаля-Нуравшон, Был отмечено, что на сегодняшний день у вышеперечисленных махалей имеется дебиторская задолженность перед организацией, оказывающей услуги по вывозу мусора. Так, у Нударабегим 38 миллионов суммов, Шодлик 55 миллионов, Нуравшон 38 миллионов и Даргом более 87 миллионов суммов. На встрече были рассмотрены вопросы благоустройства территории, поддержания чистоты и порядка и своевременного вывоза строительных и бытовых отходов. Сказано о том, что в этом деле не должно быть равнодушных, спокойно наблюдающих за гражданами, выбрасывающими мусор в неположенном месте. Подчеркнуто, что махалинским семеркам необходимо принять все необходимые меры по отношению к нарушителям. Спустя неделю данная тема будет вновь в центре обсуждений.